В Саратовском межепархиальном женском духовном училище во имя преподобно-мученицы Великой Княгини Елизаветы полным ходом идут занятия. Наши коллеги побывали в духовной школе и познакомились с первокурсницами. Красноярский край, Воронеж, Крым, Дальний Восток, Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот далеко не полный перечень регионов, откуда в этом году приехали девочки на учебу в Саратов. Современные средства связи и способы информации расширили географию поступающих, как никогда раньше. Откуда ты? Из Красноярского края. Красноярск. Красноярский? А ближе ничего не было? Ближе были, но посмотрели по уровню образования. Они в какой-то степени отставали от данного училища. Они сами, девочки, списываются с нашими воспитанницами в социальных сетях. У нас в ВКонтакте есть группа женское духовное училище, Саратское. Они списываются. И, наверное, вот сарафанное радио. Мы сами, честно сказать, не ожидали, что такая будет обширная география. Приехали, приезжали родители, бабушки приезжали заранее. Мы принципиально показываем родителям условия общежития какие, знакомимся с распорядком дня. Он, конечно, тяжелый, но зато надо много дать за короткое время. В программе обучения воспитанниц как музыкальные предметы, сольфеджио, гармония, пение, дирижирование, так и дисциплины церковные, закон Божий, церковно-славянский язык и другие. Если человек хочет быть эрегентом, это не только знание музыки, мнение дирижирования, это еще и знание церковной истории, устава церковного богослужения. То есть эрегент – это помощник, который помогает священнику проводить богослужения. И если эрегент не понимает, что происходит в алтаре, то это не эрегент, а дирижер. И если эрегент не умеет слушаться, он и не умеет командовать, а он должен управлять хором. И если эрегент не верит в Бога, опять же, это не эрегент, а просто хороший дирижер. Вот нам надо совместить в человеке все эти качества. Проживание, обучение и питание воспитанниц бесплатные. И единственное условие – все время учебы они живут на территории училища. Конечно, девочки еще очень скучают по дому и родителям, но уже начинают привыкать. Да и плотный график занятий не оставляет им времени на переживания. В училище могут поступить и девочки после девятого класса, и девушки, окончившие школу, и даже те, у кого уже есть диплом другого учебного заведения. Музыкальное образование – требование желательное, но не обязательное. Ведь нередко поступают сюда те, кто поначалу даже и не задумывался о возможности стать эрегентом. У меня папа священник, вот, и он меня наставлял постоянно – иди в регенское, иди в регенское. Ну, я сначала хотела юридическое, потом медицинское. И в последний момент у меня произошла такая в душе переделка, и я попала сюда как бы. Решила, то есть позвонила папе, папа, я собираюсь в Саратов. Регент церковного хора – профессия многогранная, увлекательная и очень востребованная сегодня. Чтобы освоить ее, девочкам придется приложить еще много усилий, изучая музыку и совершенствуя свою духовную жизнь.